Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Индийский киноактер, режиссер и кинопродюсер Дилиб Кумар, настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан, умер в больнице, сообщается в твиттер покойного. Перед смертью 98-летний Дилиб Кумар долго болел. Детали болезни родные не уточняли, объясняя, что состояние актера связано с его возрастом, «С тяжелым сердцем и великой скорбью объявляю о смерти нашего возлюбленного Дилиба», написал на его странице коллега покойного Файсал Фарухи. Соболезнование в связи со смертью актера уже принес премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он назвал уход Дилиба Кумара огромной потерей для индийского культурного мира. Дилиб Кумар с 1944 года снялся более чем в 60 картинах. В советский прокат в разное время выходили такие фильмы с его участием, как «Великий могол», «Рамы шием», «Шакти». В последний раз болливудский артист появлялся на экране в 1998 году. Советская, российская актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка России Любовь Альбицкая умерла 5 июля в возрасте 80 лет. Некролог Альбицкая опубликован на официальном аккаунте в соцсети ВКонтакте Самарского академического театра драмы имени Горького, где с 1967 по 1991 год она была одной из ведущих актрис. Сегодня ушла из жизни, заслуженная артистка России Любовь Алексеевна Альбицкая, говорится в нем с выражением соболезнований родным и близким. Любовь Альбицкая родилась 13 января 1941 года, тогда еще в Куйбышеве. В 1963 закончила Куйбышевский инженерно-строительный институт, в 1965 театральную студию при Куйбышевском драматическом театре. Год проработала в Куйбышевском театре драмы, дебютировав ролью королевы в постановке по пьесе Хилта и Немой рыцарь. На экранах с 1972 года девушка Гит Лючие, главная женская роль, в драме Райзмана Визит вежливости. Далее Ида в музыкальном биопике Красная скрипка и Мэриан в сериале 78-го встречи на далеком Меридиане.